Газета номер 9 Речь за двенадцатый год Стихи посвященные осени Как всегда содержание номера От издателя Шестивалентное железо Что касается Шестивалентного железа То речь идет о передаче На которой рассказывалось про то Какое железо усваивается организмом Ну и вот С учеными степенями С таким большим Якобы знанием Сказали что усваивается только Шестивалентное железо Все остальные виды железа не усваиваются организмом А я рубка спросил А вот там свекла усваивается из растительной пищи Усваивается ли железо или нет Мне ответили что нет Мол оно особо не будет усваиваться Потому что не подпадает под такие характеристики А я вспоминаю Нинели Ивановну Генералову Которая 50 лет сдавала кровь Сдала более 300 литров крови Так вот она как раз Я проинтересовался чем она восполняла Кровь которую она сдала Она говорит я ее восполняла тем что регулярно каждый день съедала по 2 столовые ложки свежей свеклы Я ее натирала Чтобы было вкусно съесть Смешивала с салатом, с тертым яблочком Съедала и говорит Кровь была отменного качества Вот вам и шестивалентное железо Плохо что Под какими-то вот такими вот научными лозунами Нас стараются оглупить Вот как раз рассказ об этом шестивалентном железе Большая статья, большая статья Значит далее у нас идет В октябре луна рекомендует Осень Чем она характеризуется Какие рекомендации Можно использовать По оздоровлению осенью Какие рецепты Для чего Все рассказано Познавательно-практически Молодильные яблоки Здесь у нас рассказывается О способах Омоложения Какие способы омоложения Лучше всего влияют на Оздоровление В смысле методики физкультурной Влияют на Продолжительность жизни На то, чтобы человек Внешне выглядел молодым И чувствовался естественно молодым Германское чудо Вот Разбирается в какой стране Больше всего долгожители Чем они характеризуются И так сказать За счет чего Их так много Опыт Разбирается в комментариях Вопросы задают И я начинаю отвечать Комментировать Болезни их лечения Вот как раз В зимнее время года Осеннее Ранняя весна Часты простудные заболевания И Тангина Значит Какие там болезни Развиваются при ангине Какие микроорганизмы Бывают Осложнения ангины Причины болезни Все это я разбираю И даю Рекомендации Что и как делать Видите рисунок Миндалин Вот Если танцелярный абсцесс Что получается Вот Какие виды бывают Катаральная ангина Что у нас тут Воспалилась Фолликулярная ангина Видите Вот Начинаются Уже такие Нарывы Быть Флегмозная ангина Видите Какой огромный Нарыв И Другие Виды ангин То есть Большая статья По Ангинам Что надо Знать Чтобы Вообще Не болеть А если Уже заболели То Лечиться Какие народные Методы лечения Ангины Один из лучших Методов лечения От ангина Это использование Осветительного Керосина Почему он Эффективен Все это я Описываю Ну а также Ряд И других Рецептов Например Корейский рецепт От простуды Мет От начинающейся Ангины Ядинола Танзелита Закаливание Горла И так далее И так далее И так далее Вот такая Большая статья О Тодикампе Значит История Получения Тодикампа Что Тодикамп Представляет Собой Сегодня Кто его Даже Делает В чем Его Сила Методики Применения Детские Дозы Компресс В качестве Обезболивающих Средств Все это Как его Используют Вот Большая Статья Противопоказания И меры Предосторожности Далее У нас Идет Опыт Самооздоровления Люди Рассказывают Я комментирую В чем Особенности Это все Можно почитать В этом номере Вот тут Про давление Про голодание Что и как Использовать Как проходила Вот Десятисуточная Голодовка Что там Выходило Какой Сахар Был Возить Имеется Духовная Страничка Духовная Страничка Разбираются Различные Виды Ну Будем Говорить Нашей Жизни Например Семейная Жизнь Из чего Там Она Складывается Что Получается Как себя Вести Стоит ли Что-то Там Терпеть Если Если Супруг Начинает Вести Себя Неадекватно И к чему Это приводит И наконец Таки Наша реклама Скипидарная Ванная Залманова Вещь Очень Полезна Залманов Наш Сотечественник Он Создал Професси Эмульгирования Скипидара Благодаря Чему Стал Растворяться В воде И его Начали Применять В водолечебной Практике Значит Что Они Позволяют Сделать Эти Эмульсии Скипидарные Они позволяют Усилить Улучшить Капиллярное Прообращение Которое Лежит В основе Нашего здоровья Если Капиллярное Прообращение У нас Нарушено Кров Не подходит Значит Не подходит Питательное Вещество Не подходит Кислород Не удаляется Отработанное Вещество Оттуда Не поступают Регулирующие Вещества Организма То Этот Участок Начинает Жить Своей Собственной Жизнью Или Отмирает А как Только Мы Это Нормализуем Значит Вот Как Залманов Разработал И советовал То уже Намного Лучше И плюс Что Не сказал Залманов Это то Что Скипидар Является Такой Защитной Жидкостью С помощью Чего Сосны Зачищаются От Бактерий От Грибков Противостоят Значит Вот И Когда Мы С Вами Используем Скипидар Он Также Проникает К нам В кровеносное Русло И На Уровне Крови Очищает Наш Организм От Разного Рода Бактерий Грибков И Прочих Ненужных Микроорганизмов Вот Вот Вы Там Сила Его Поэтому Используйте Это Хорошая Вещь На Этому Заканчиваем Микроорганизмов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...